Доброго времени суток, дамы и господа. С вами Прио. Продолжаю цикл видосиков по сайту RaidBoss. Что такое симкрафт, зачем он нужен и все такое. И сегодня мы рассмотрим замечательную вкладку под названием Draftimizer. Она часто используется в цель для того, чтобы просто-напросто посмотреть, какие вещицы откуда как-либо апают нашего персонажа. Само собой, чтобы работать с этой вкладкой, лучше всего скопировать код, взятый из игры с помощью модификации Simulation Craft. Но также можно просто-напросто ввести сервер, регион, никнейм и глянуть абсолютно все, исходя из той информации, которая указана на оружейной. Но оружейная может не обновляться, на оружейке может быть неправильный билд, неправильный шмот. В общем, просто-напросто лучше использовать код, если вы собираетесь что-либо смотреть по своему персонажу. Пишем команду Sim в чат, копируем полученный код и переходим на сайт. Переходим на сайт, на главную страницу и перед нами вкладка Draftimizer. Find your best drops. Открываем. Вот, собственно, мы можем абсолютно всю информацию извлечь из армори, из оружейной, как было сказано ранее. Но мы просто-напросто вставим код, потому что так проще. Вставляем код и перед нами абсолютно все источники получения вещей. Shadowlands имеется в виду мировые боссы, 207-й и том-левел вещей, уже не нужные на текущий момент времени. Castle Nafria, рейд актуальный на текущий момент. Мы можем глянуть с LFR, какие полезности нам могут выпасть. С нормала, с героя крейда и с мифического рейда. С данжей мы можем глянуть, как лут с какого-либо данжа, имеется в виду то, что дропается в конце подземелья. Также мы можем глянуть и тот лут, который дается с великого хранилища. Что стоит заметить, то что All Dungeons можно делать только при условии, если у вас имеется платная подписка на сайте RaidBots. Если этой платной подписки нет, то надо просто-напросто 8 страничек делать и прокликивать на каждой страничке свой данж. Да, это долго, но зато бесплатно. Далее за Honor вещицы 197 можно глянуть. Ну и за Завоевание. 226-е за рейтинг 2100 и 233-е за 2400, но там только пушечка. Что ж, что мы можем глянуть, например, что в принципе на текущий момент актуально. Ну, к примеру, на текущий момент многие уже персонажи 220-го этом левела, мейны, и задаются вопросом периодически. Вот откуда бы полутать улучшения, какие данжи ходить, и стоит ли вообще данжи ходить. Ну, на примере моего ДК мы сейчас просто-напросто все глянем. Мой ДК 227-го этом левела, мы открываем Castle Nafria, мы открываем Mythic Raid, мы выбираем сокеты на 16 искусности. Они будут автоматически вставлены туда-куда можно. То есть это запястье, это шея, голова. Она зачеркнута, потому что она у меня уже имеется. Это именно так работает. Вот, поясок, колечко, то есть все-все-все имеется. Также, само собой, как и во вкладке Top Gear, мы можем поставить различные опции. Fight Style, Number of Boss, время файта, версия SimCraft, что будет использовано, то есть масло там или точило. Мы используем по дефолту, там будет выбрано точило для Unholi ДК всегда. Это сколько людей в группе используют Геральдику, сколько людей в группе используют Тринкет Каббалиста кастеровский. Вот, и насколько часто промкает коробка у нас на статы. Вот, и все это можно глянуть, все это можно прокликать. И то есть примерно предположить, для какого файт-стайла будет какая вещица лучше. Но мы просто-напросто симимся под Solo Target, выбираем Mythic Rate и жмем Run Droptimizer. Через какое-то время отчет сделается. Ну а мы, чтобы время не терять, откроем Dungeons, откроем All Dungeons и посмотрим, что мне нужно на текущий момент вообще с недельного сундука. И нужно ли вообще что-то. Также рассмотрим вкладку Conquest, Завоевание и посмотрим, апают ли у меня какие-нибудь PvP-шные вещицы. Ну, мало ли, вдруг я что-то пропустил. Хоть у меня все 226 вещицы есть, но возможно всякое. Симы будут идти быстро, потому что премиум имеется. Мы помним о том, что если бесплатная учетная запись, то все долго. Если платная, то, само собой, все идет намного-намного быстрее. Что получается? Castle, Nafria, Mythic, Patchwork, Solo Target. Вот они вещи, которые дают апгрейд. Пушечка 87 единиц дэмэджа, Геральдика с 4 людьми в группе 37 единиц дэмэджа, ножки с генералов 25, колечко с Динатрия вместо второго кольца 18 единиц дэмэджа. Принкет с Динатрия 15 единиц дэмэджа. Ну и все меньше, меньше и меньше. Также просчитаны даже вещицы, которые дают огромнейший минус. Нагрудник, например. Если я поменяю легендарный нагрудник на обычный, то это минус 570 единиц дэмэджа. Чудовищная цифра, конечно, тут ничего не скажешь. Ну, таким образом мы можем все глянуть и понять то, что лут нужен только с предласта и ласта. Окей. А тут что? На этой вкладке мы смотрели недельное хранилище. Ну, с недельного хранилища не так много вещей мне нужно. Всего 4-5 вещичек. То есть, что получается? Тринкет вместо 223-226 плюс 11 единиц дэмэджа. Запястье с другими статами плюс 11 единиц дэмэджа. Колечко вместо второго кольца плюс 8 единиц дэмэджа. Ну, то есть так, по мелочи. Маленькие апгрейды, которые идут, как я правильно понимаю, 0.1-0.2%, они отмечены синим цветом. Те, которые дают уже хороший апгрейд, зеленым цветом. Вот. И третья вкладка. Что у нас получается? Пвп. Ну, смешные улучшения дэмэджа. И, скорее всего, это просто небольшой недочет и ошибка. Мы помним о том, то, что имеются на сайте при просчете некоторые ошибки. А именно в 0.1%. Так что... Что мне остается делать в плане одевания дэка? Надеяться на великое хранилище чуть-чуть. И надеяться на лут с ластов. Но так как динатрий уже убит хотя бы единожды, то есть шанс полутать с великого хранилища шмоточки с динатрия. Это замечательно. Если это будет пушка, кольцо, то это будет реально классно. Лут с генералов тоже меня порадует. Так что варианты для апгрейда, как говорится, еще есть. Но... Их мало. А что, вебка мутная? Не понял. Вот, теперь хорошо. Так что, как-то так все и получается. Вкладка дроптимайзер полезна, когда вы просто-напросто ищите какие-либо улучшения, думаете о том, какая вещица потенциально в будущем даст вам дэмэдж. Используйте ее с умом. Всех вам благ. Счастья, здоровья, берегите ноги, моете руки. Не забывайте о ссылочках в описании. До скорого.